Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня у нас 27 июля, время нашего очередного правильного понедельника. Проверка связи, как меня слышно и нет ли проблем с изображением. Если все отлично, можно поставить плюсики в общий чат, либо в рубрику вопросов. Отлично также имейте в виду, что можете навести курсор мыши на мое изображение, у вас появится бегунок с громкостью, также можно адаптировать этот параметр непосредственно под себе. Что касается сценарий нашего вебинара, будем работать по старой схеме, это ключевые фундаментальные события прошлой торговой пятидневки, на что стоило обратить внимание, надеюсь, вы это сделали, что можно было использовать с точки зрения инвестиционных сделок, также очень надеюсь, что они оказались результативными для ваших депозитов. Фонд действительно был насыщенным, волатильность активов заошкаливала, и я думаю, что в принципе у нас есть определенное фундаментальное наследие, и разумеется, мы продолжим анализировать общую ситуацию и использовать этот указанный функционный фонд для дальнейших сделок. После перейдем к основным событиям этой недели, у нас осталось еще 4 полноценных дня, и в конце традиционным слайдом я поставлю, скажем, наши ценовые ориентиры по основным валютным тандемам. Думаю, что это будет, скажем, дополнительным ориентиром для вас, чтобы принять решение о том, что же все-таки можно ожидать от ключевых тандемов валютных активов. Поэтому сейчас предлагаю, собственно, переходить к нашему вебинару. Давайте начнем традиционно с буквально начала прошлой недели и с первой торговой сессии, поскольку, хотя особый акцент мы не будем делать, конечно же, на понедельник, традиционно в этот день выходит мало статистики, и обычно то, что происходит в понедельник без такого-то дополнительного фундаментального фонда новостной поддержки, это, как правило, резонанс от тех событий, которые были опубликованы либо в пятницу, ну, либо, если что-то интересное было на выходных, может быть, конференций, либо также какая-то статистика. Евро сохранило в начале недели свой коррекционный импульс, а вот доллар продолжил расти на комментариях Елен о приближающихся сроках повышения ставки. Вижу, вопросы уже подготовили, но давайте вернемся к ним уже после того, как я представлю общий фундаментальный фон, после того, как мы обозначим ключевые цели. Это уже ближе к концу вебинара, но правильно вопросы нужно, конечно же, сразу адресовать в рубрику «Вопросы». Что касается комментариев от Жанны Терри, сейчас, я думаю, что как раз ее слова последние выступают на одном из ключевых движков для рынка и, прежде всего, движков, связанных с возможностью дополнительного акцента на обычную перспективу американской валюты. И на текущий момент, опять же, в преддверии оглашения двухдневных, скажем, итогов двухдневного заседания ФРС, у нас есть серьезный голосной фон, фундаментальная составляющая, есть события, на которые мы сейчас обращаем максимум внимания, и это событие уже произойдет поздним вечером в среду, когда, в принципе, ФРС даст свою оценку будущего курса монетарной политики. И в четверг, в ходе наших ежедневных тритингов, мы уже детально проанализируем то, что мы услышим от монетарного руководства и примем решение, что же все-таки дальше делать с рисковыми активами, и, прежде всего, американской валютой, поскольку это событие будет касаться в перспективе именно доллара. Во вторник ситуация изменилась, и евро и доллар поменялись ролями. В частности, пара евро-доллар прибавила за день около 150 пунктов, добравшись до уровня 1.09.33. Причин, на самом деле, было несколько. Тут нужно уже выбирать, какая является более определяющей и интересной, непосредственно для вас. Что касается причин, возможно, позитив в отношении евровалюты был связан с реакцией на выплату долга Греции перед Европейским Центральным Банком и Международным Валютным Фондом. Поскольку третья программа финансовой поддержки уже практически реализована, разумеется, греческий банковский сектор, финансовая система в целом получила сейчас достаточное эквенции для того, чтобы остаться на плаву. Правда, сколько это шаткое положение продлится, это, наверное, один из самых серьезных, ключевых и основоплагающих вопросов. Сегодня, в частности, на брифинге мы сделали несколько дополнительных акцентов на в целом ситуацию в Греции и пришли к выводу о том, что вот это легкое перемирие, договоренность стратегиторов, может быть, сейчас и определяющее событие для локального позитива, которое, на мой взгляд, уже полностью дисконтировано. Но это, скажем, лишь демонстрация со стороны Греции в качестве выигранного времени, поскольку спустя какое-то время, уверен, мы снова вернемся к обсуждению актуальных греческих правд. И когда это произойдет, мы уже будем обозначать совершенно другие диски, мы будем говорить уже про исторические прецеденты, мы вернемся к тому, что активно обсуждали последние месяцы, уже когда противостояние между Грецией и трехлиторами достигло своего локального, практически, уровня экстремума, точки кипения. И дело ведь доходилось до самых негативных сценариев. И Греция была буквально в одном шаге от того сценария, который предполагал потенциальный выход из состава валютного блока. Мы даже стали копать дальше, объясняя возможные последствия потенциального распада валютного блока. Говорят, что вслед за Грецией могут последовать и другие слабые экономики. Но пока до этого не дошло. Но это не значит то, что, скажем, все ключевые проблемы, которые закладывались в основу наших спектакльных сделок по валютному блоку раньше, это, скажем, тот фон, к которому мы больше не вернемся. Нет, это лишь локальное затеще. Еще раз повторюсь, и спустя какое-то время мы снова будем обсуждать целостность валютного блока и, возможно, вернемся к вопросам, связанным с его развалом. Что касается, скажем, другой причины, вследствие которой во вторник евро отличилось стремительным ростом, можно также коснуться еще темы фиксации трейдерами результата затяженного сцена. Действительно, недели ранее мы видели то, что евро-доллар оказался примерно 0,8, хотя для этого были все фундаментальные основания. И тут, пожалуйста, ситуация с Грецией вроде бы как разрешенный вопрос. Так почему бы тогда не зафиксировать результат коротких сделок, тем более, что он уже принес достаточно прорвину. Может быть, такой позицией руководствовались многие трейдеры, но я не считаю то, что эта идея является определяющей, поскольку это локальная реакция на события, и мы все-таки больше делаем ставку на то, что объявляющим является именно фундаментальный фон. И если он уже формирует определенную динамику, определенные движения, они становятся, скажем, трендовыми и, разумеется, позволяют нам присоединяться к ним с учетом, опять же, детального анализа и оценки фундаментальной составляющей. И даже несмотря на легкие, коррекционные, восходящие, восходящие коррекционные выпады евро, которые мы наблюдаем периодически, вот даже, к примеру, на сегодняшней торговой сессии, это просто локальная реакция. Может быть, даже ее не совсем легко можно объяснить, но мы прекрасно понимаем, что общие перспективы евро, они по-прежнему находятся гораздо ниже текущих значений, и фундаментальная картина, опять же, располагает к еще более активным и динамичным продажам. Что касается евро, если во вторник мы видели то, что евро рос, то здесь уже стоит отметить и слабость американской валюты. Американская валюта уступила лидерство своему основному защитному конкуренту, японской иене во вторник реагирует, может быть, подавляющим образом на снижение индекса доллара. Может быть, даже также против доллара выступили комментарии Курады о том, что Банк Японии пока не собирается расширять программу количественного смягчения. В результате пара USD-иены снова ушла ниже уровня 124, просев до уровня 123.87. Тем временем спред доходности американских и немецких облигаций уже достиг 200 пунктов. Это также очень облегляющий момент, поскольку именно динамика облигационного рынка создает хорошие возможности для оценки перспектив как долгового рынка, так и, наверное, экономики в целом. Если сейчас мы видим то, что американские трежицы растут гораздо активнее, чем немецкие бумаги, это лишь подчеркивает факт очевидного контраста монетарных политик ИЦБ и Федеральной резервной системы, поскольку вы прекрасно знаете, что ФРС готовится к постепенному ужесточению монетарной политики, и это оказывает соответствующее, в принципе, может стать серьезным фактором давления для американского фондового рынка. Для доллара это поддержка, поскольку, опять же, растут доходности облигаций, и, соответственно, растет доходность тех активов, которые номинированы в долларах. Вот почему доллар в связи с этим пользуется абсолютно логичная фундаментальная поддержка. А вот что касается немецких облигаций, здесь уже совершенно другая ситуация, поскольку мы, если посмотрим, опять же, проанализируем немецкие бумаги, здесь доходность снижается, поскольку трейдеры не знают, что будет с валютным блоком дальше, инвесторы, крупные институциональные капиталы, поэтому они аккумулируются сейчас в тех активах, которые традиционно включаются защитными свойствами, самыми, наверное, скажем, безопасными активами. Сейчас выступают как раз вот эти немецкие облигации вместе с американскими тэжиками. Но, в принципе, эта картина была свойственна для традиционного рынка всегда. Поскольку у нас есть уже этот контраст монетарных политик, мы видим то, что происходит с облигациями, я думаю, что для средневлогосрочных трейдеров это еще один фактор того, чтобы не списывать со счетов американскую валюту, а напротив продолжать ее ставку на еще более объемящий рост. В качестве дополнительной поддержки, опять же, на перспективу стоит отметить для доллара еще и высказывание президента ФРБ Сент-Льюиса Булларда о высокой вероятности повышения ставки в сентябре 2015 года. На этот срок, в принципе, ориентируемся и мы, но если в сентябре мы не услышим об этом решении, у нас остается еще и декабрь, то есть до конца 2015 года, когда, скорее всего, оно будет анонсировано на рынке. Если это произойдет, даже в ожидании, то у доллара максимум поддержки я очень надеюсь и очень хочу, чтобы в этот момент вы уже находились в правильном трейде и уже начали получать профит, который действительно можно получить с учетом актуальных текущих инвестиционных идей, которые мы с вами анализируем каждую неделю. Идем дальше. Нефть и традиционные отчеты, связанные сначала с публикацией данных по ОПЕ, а потом уже данные официального характера от Минэнерго США. А что касается ОПЕ, запасы увеличились на 2,3 миллиона против прогноза роста на 1 миллион. Нефть на этом фоне немного выросла, что, скорее всего, было связано со снижением индекса США, о чем я уже говорил. Важной статистики, как таковой, не было во вторник, поэтому все внимание трейдеров было сфокусировано на фундаментально насыщенной среде, поскольку в среду у нас была возможность проанализировать уже протоколы последнего заседания Банка Англии и оценить тот фонд, который сейчас касается английской экономики, и оценить позицию монетарного руководства по срокам повышения процентной ставки. Банк Англии единогласно проголосовал за сохранение ключевой ставки на прежнем уровне без изменения 0,5%. И, конечно же, на прежнем уровне объем программы покупки облигаций, которая сейчас составляет 375 миллиардов фунтов. Протоколы заседания также показали, что уже 4 члена комитета задумывались о возможности голосования в пользу повышения ставки. Этого, в принципе, оказалось достаточно в среду для того, чтобы оказать поддержку британской валюте. Мы видим то, что фонд, в принципе, неплохо рос в среду, прибавил 50-60 фунтов и закрыл торговую сессию на уровне 1,5611. Но потом последовала коррекционная динамика уже ближе к концу недели. И, опять же, причины были, и в качестве этих причин мы отметим чуть позже розничные продажи. Не меньшее давление было оказано не только на прочие рисковые инструменты, в частности, здесь стоит отметить еще австралийскую валюту, потому что в среду были опубликованы данные по инфляции. По факту мы увидели 0,7% в квартальном эквиваленте против прошлого 0,2%. И, по сути, такая динамика, текущие показатели по инфляции в какой-то мере развязывают руки Резервному банку Австралии для того, чтобы они задействовали все новые и столь ожидаемые рынком меры экономической поддержки и стимулировали, в принципе, экономику. Под этими мерами я предполагаю возможность еще одного снижения ставки. В результате пара OutUSD, опять же, на фоне ожидания того, что Резервный банк Австралии будет действовать с точки зрения смягчения монетарной политики, просела до уровня 0,73-0,74. Но, опять же, я уверен, что это только начало для еще более глубокого коллекционного движения австралийца против американского доллара. Что касается американской валюты, то по итогам среды мы снова увидели усиление позиций от доллара, который реагировал на довольно-таки неплохие данные по состоянию американского рынка труда. В частности, продажи существующего жилья выросли на 3,2% против прогноза роста на 1,2%. В среду вышел еще и официальный отчет от Минэнерго США по запасам нефти, и они выросли до 2,4 миллиона парней против прошлого сокращения на 4,3%. Соответственно, если возвращаться, вернуться к нашему сегодняшнему брифингу, еще раз повторюсь, что если эта неделя также будет статистическим подтверждением еще одной пяти дней при увеличении запасов, у нас уже появится своего рода тенденция, которую можно будет брать на вооружение и использует в качестве еще одного фактора дополнительного давления на нефть. И думаю, вы уже оценили текущую динамику бренда EWTI и прекрасно смогли убедиться в том, что нефть по-прежнему испытывает серьезный прессинг, опять же, общие фундаментальные картины, и продолжает двигаться к нашей цели, которую мы поставили сегодня, после реализации уже идеи в районе 55 долларов за баррель, еще более, скажем, более низким уровнем, более незначительной стоимости, это около 50 долларов за баррель. Этот уровень, собственно, является нашей целью. И пока все к этому располагает, поскольку уже бренд находится в районе 53 с небольшим. Главным фундаментальным событием уже даже не в среду, а в ночь и среди на четверг стала публикация ставки со стороны Резервного банка Новой Зеландии, точнее, факт ее снижения. Ставку снизили на 25 байсных пунктов до 3 с 3,25. Однако логичного падения в связи с этим, которое следовало бы ожидать по факту столь радикального решения со стороны национального монетарного руководства, мы не увидели, не только в моменте. Первой реакцией новозеландца на публикацию сниженной ставки на 25 байсных пунктов стал рост. Пара НЗД здесь могла достичь локального хая в районе 0,6693. Однако после этого рынок, точнее, даже логика вернулась на рынок и все же смогла убедить трейдеров в том, что оснований для покупки новозеландца нет. И лучше уж не совершать дальнейших ошибок, развернуть тренд и продолжить двигаться в то направление, которое является более характерным для новозеландского доллара. И это направление, раз направление находится устремлено вниз. Собственно, я надеюсь, что вы присоединились к этим идеям и продолжаете продавать как австралийца, так и новозеландца. Потому что в целом у нас сейчас все больше оснований. И основания множатся практически каждую неделю, указывающих на то, что как раз продажи и селы по этим активам являются сейчас в большем приоритете. И куда более фундаментально обоснованы, чем абсолютно неоправданные сейчас длинные сделки. К продажам на европейской сессии присоединился и фунт. В частности, падение фунта можно было связать, как я уже отметил, с плохими данными по розничным продажам. И в целом у нас, опять же, если мы оценим розничные продажи с точки зрения вклада этого отчета в общие показатели экономического роста, то получается, что снижение розничных продаж уже является серьезной предпосылкой того, что можно говорить о довольно-таки слабом отчете по темпам экономического расширения. Этот отчет мы также будем организировать в самое ближайшее время. Что касается розничных продаж, то в годовом эквиваленте они просели, так же, как и в месячном, в месячном минус 0,2% против прогноза роста 0,3%. Что касается годового, то 4% против прогноза увеличения, расширения этого показателя до 4,9%. Из статистики четверга можно также отметить данные по заявкам на пособия по безработице, хотя даже не можно, а обязательно стоит и нужно делать на это акцент. 255 тысяч против прогноза 280 тысяч. Это самый низкий уровень заявок за последние 40 лет. И еще один очевидный признак укрепления рынка труда. То есть это минимум 73-го года. Если кто-то сомневается в том, что этот отчет будет по-прежнему оставаться серьезным базисом для роста американской экономики в целом, если кто-то сомневается в том, что еще оснований для нормализации денежно-кредитной политики недостаточно, я советую все-таки еще раз переосмыслить такую позицию. И даже несколько, буквально около часа назад вышли данные по заказам товаров длительного пользования. Об этом отчете мы поговорим подробнее завтра. Но сейчас я уже могу сказать, я надеюсь, что если вы следите за содержанием экономического контроля, также видели то, что это еще один позитивный сигнал, еще одно подтверждение того, что в целом экономика находится на рельсах стабильного и уверенного восстановления. И чем больше сейчас хороших макроэкономических данных, тем больше уверенность в том, что позиция ФРС уже по итогам, опять же, предстоящих протоколов будет больше направлена на потенциальное ужесточение в данной политике. А на этом мы делаем ставку уже довольно-таки давно. Поэтому сейчас смотрим за статистикой, видим то, что она больше радует трейдеров, нежели разочаровывает. А значит, готовимся к соответствующей бочей динамике по американской валите и вообще готовимся к поводочной волатильности. Потому что текущее значение даже по евро, доллару, 1.10 уже говорят нам о том, что вот-вот пойдет серьезное ралли. И я думаю, что, надеюсь, что вы со мной не будете спорить касательно того, что по евро это ралли имеет куда больше потенциала для коррекции. Что касается доллара против японской иены, здесь уже другая ситуация, и мы делаем ставку на усиление позиций именно американской валюты. Несмотря на хорошую статистику, в четверг мы не увидели очевидной реакции на столь хорошие макроэкономические рейсы со стороны американского доллара, поскольку пара USD иена продолжила консолидироваться чуть ниже 124, в принципе, как это было и в пятницу. И опять же, если мы сделали ставку на то, что сейчас евро готовится к левку, то же самое, такая же логика сейчас, я думаю, будет полностью характерна для американской валюты. И я уверен, что этот самый рывок, будем надеяться восходящего характера по паре USD иена, будет обозначен и проявлен на рынке уже по факту оглашения итогов двухдневного заседания, которые, скажем, у нас будет возможность проанализировать поздним вечером в среду. К этому событию максимум внимания сейчас. Что касается торговой сессии пятницы, то пятничный день у нас оказался днем данных по производственной активности в еврозоне, в США и в Китае. Предварительные данные по индексу деловой активности марки в Германии за июль в производственном секторе упали, а к минимальному значению за два месяца. Еще один слабый отчет, уже по сути тенденция, и я думаю, что это говорит о многом. Также плохой отчет был опубликован в целом и по еврозоне, поэтому еще раз возвращаясь к идее того, нуждается ли экономика валютного блока в поддержке, и я думаю, что нуждается. Поэтому лучше занять, опять же, выверенные шорты до того момента, когда, скажем, рынок имеет возможность вести у вас в заблуждение, потенциальными делами сделанными, а потом через вертвольные интервенции со стороны ЦБ все-таки подготовит, все, точнее, даже не подготовит, а уже просто обозначит на рынке неизбежность расширения программы количественного смельчения. И тогда выходить из неверно расположенных сделок, перестраиваться из длинных в короткие будет очень проблематично. Я считаю, что лучше, конечно же, не допускать даже возможности этих рисков. Лучше сейчас, если не угадать с локальным направлением тренда, пересидеть небольшую просадку, но все-таки иметь четкое представление о том, что евро развернется и без изменения текущей фундаментальной картины непременно пойдет вниз. До этого есть все основы. Что касается других отчетов по производственной активности, также отмечу аналогичные данные по Китаю по версии HSB. Здесь, как уже было отмечено сегодня на брифинге, еще более вручающая статистика, по сути, 15-месячный минимум 48,2. Поэтому столь плохие разочаровывающие данные из Китая тут же стали причиной серьезного пресса на позиции нефти и также ударили по позициям австралийского доллара, который оказался на уровне 6-летнего минимума 0,7258. Но коррекционный импульс еще не исчерпан, тем более что мы продолжаем готовиться к еще одному снижению процентной ставки. Уже вслед за канадским мегарегулятором и резервным банком Новой Селандии могут последовать и монетарные власти из резервного банка Австралии. Об этом также мы сегодня достаточно подробно поговорили. И что касается, скажем, заключительного отчета пятницы, это также индекс деловой активности в производственном секторе, только уже по США. И если по Китаю и Евразумии и Германии статистика была хуже прогнозов, разочаровал трейдеров, то по США мы увидели еще один сильный макроэкономический отчет. Для экономики это еще одна статистическая победа, а для нас это еще один аргумент в пользу того, что все больше сейчас сигналов, признаков и макроэкономических данных указывают в пользу того, что стоит повышать процентный ставок, стоит, конечно же, ужесточать режим и нужно переходить к нормализации вещественной политики, о чем уже говорилось ранее. Поэтому в целом мы завершили прошлую пятидневку с еще большей уверенностью и осознанием того, что решение от ФРС долгожданное, оно, в принципе, уже не загоркало. Что касается этой недели, завтра у нас данные по ВВП Англии в 11.30 и уровень доверия потребителей в США. В целом здесь больше нас интересует, конечно же, статистика по ВВП Англии, но поскольку я уже сказал, что роничные продажи не оправдали надежд, оказались хуже ожиданий, думаю, что и общий показатель экономического роста может повторить этот негативный тренд, оказаться хуже проносных ожиданий и стать причиной еще большего давления на позиции британского валюты против американского доллара. У нас уже это находится в уровне по паре фунт-доллар 1.55, и мы уже несколько недель назад, точнее месяца, сделали ставку на то, что пара имеет все основания для того, чтобы опуститься ниже. 1.55 наша средняя срочная цель уже реализована, идем дальше на долгосрочную, это 1.53. В среду индекс потребительских цен Германии, отчет по запасам нефти в США, официальная статистика и самый важный релиз этой пятидневки, а может быть даже и не только этой недели. Если мы услышим то, что хотим услышать в плане ужесточения монетарной политики, я думаю, что резонанс еще долго будет рассказываться на динамике американской валюты и, соответственно, еще больше усилить наше представление о том, что к повышению процента ставки ПРС, в принципе, уже готов. Речь идет о сейчас собственной публикации ставки, но вероятность того, что это решение будет озвучено на рынке уже сейчас, она ниже, чем, допустим, ожидание этого решения в сентябре, либо в декабре. Но есть один нюанс, связанный с тем, что мы знаем, что ПРС может удивить рынки. И если есть ожидание того, что это решение может последовать в сентябре-декабре, значит, единственная возможность удивить рынок – это сообщить о нем раньше. Так почему бы, может быть, это не сделать уже по итогам этой среды. Если это случится, еще раз напомню, что ожидание есть, вероятность, незначительные шансы, но все-таки присутствует, значит, ралли не заставит себя долго ждать, и мы сразу же увидим тот повышенный спрос на американский доллар, который ожидаем довольно-таки давно. Если ставка останется без изменений, что вероятность этого больше, будем уже фокусироваться на комментариях ФРС и проанализируем их, оценим. И, может быть, между строк сможем понять конкретные сроки тогда, когда же это может случиться, когда же мы, наконец-таки, услышим об этом решении, к которому мы готовимся уже больше года. Поэтому среда – событие номер один для этой недели, а может быть, и не только, значит, готовимся к повышенной волатильности и соответствующему ралли на рынке финансовых активов. В четверг стоит отметить изменение числа безработных в Германии, уровень безработицы, индекс цен внутренних приобретений. В целом, этот отчет можно будет использовать с точки зрения возможного влияния на показатели по инфляции, первичные заявки на посуду по безработице и годовые данные по темпам экономического роста в США. Здесь, конечно же, наибольшим интересом будет пользоваться статистика американского происхождения, но поскольку, опять же, я уже неоднократно повторял, что исключительно настроен в оптимистичном ключе по этим отчетам, я не буду, скажем, отказываться от своей прежней идеи, поэтому эти отчеты я рассматриваю с точки зрения еще один фундаментальных побед и еще одного аргумента в пользу как раз того решения, о котором мы с вами говорили. Если, соответственно, темпы экономического роста действительно произойдут ожидания, значит, будем готовиться к тому, что сентябрь может оказаться весьма результативным для реализации наших долгосрочных инвестиционных идей. И что касается пятницы, данные по индексу потребительских цен очень важный отчет, потому что мы знаем, что на текущий момент уровень инфляционного давления находится в одном шаге от рисковой дефляции. И если уж и эта статистика подемонстрирует тот факт, что тенденция больше коррекционная, инфляция снова текает к отрицательным значениям, это еще больше приблизит нас к идее о том, что ЕЦБ будет вынужден в ближайшее время пойти на дополнительные меры экономической поддержки и расширить программу группы по активам. Поэтому этот отчет я рассматриваю с точки зрения еще одного фактора давления на перспективы евро. Что касается Канады, ВВП, но здесь уже больше стоит делать ставку на текущую ситуацию с нефтью. Нефть выступает ключевым фактором давления на канадский доллар, и мы уже видим, как пара пробила сопротивление в районе 1,30 и, в принципе, сохраняет их для еще большего роста. Инвест потребительского доверия Мичиганского университета, еще один макроэкономический отчет по США, и, может быть, еще одна маленькая победа для доллара. Но, в целом, в эту среду мы уже, в принципе, будем иметь более четкое представление о том, что же все-таки ожидать в дальнейшем. Мы делаем ставку на рост американской валюты. Я надеюсь, что вы делаете такую же ставку вместе с нами. Ну и что касается целей в рамках сегодняшней, в рамках текущей пятидневки, это по евро-доллару 1,09, а вот USD 0,72, USD E на 124.50 и фунт доллар 1,54.50. Все-таки надеюсь на то, что уровень 1,55 сдастся, и фунт уйдет еще ниже, опять же реагируя на общий фундаментальный фонд. Это что касается основных событий прошлой недели, наших ценовых ожиданий, а теперь, собственно, готов ответить на ваши вопросы. Так, вопросов много, но давайте вкратце и по порядку. Почему так происходит с точки зрения махоэкономических отчетов? Я думаю, что если бы мы не готовились к итогам двухдневного заседания, ситуация была бы радикально противоположной. Сейчас речь идет о том, что трейдеры, заняны выжидательную позицию, не хотят рисковать преждевременно, хотят дождаться уже большей конкретики. Большая конкретика может прийти уже со стороны монетарных властей. То есть, какой бы отчет сейчас ни вышел, все будет зависеть прежде всего от той риторики, которую мы услышим в среду. Поэтому до среды можно считать, что отчетов как таковых нет. А вот уже после среды мы вернемся к идее фундаментально обоснованного роста американской валюты. И если все-таки мы услышим намек, хотя бы касательно того, что ужесточение монетарной политики стоит ожидать до конца этого года, даже такая перспектива, ее уже будет больше. Вполне достаточно, чтобы снова освежить наше представление о прошлом фундаментальном фоне. И вы правильно заметили то, что сегодня статистика, по сути, снова оказалась очень хорошей для доллара. Значит, с учетом ожиданий ужесточения монетарной политики, повышения процентной ставки и объективной силы с точки зрения последних макроэкономических данных, у вас уже, по сути, у нас, у всех есть хорошая инвестиционная идея, которая непременно станет причиной для роста позиции американской валюты. Еще раз напоминаю, что не нужно разочаровываться в текущих даже локальных микротрендах. Отдайте эти движения к откосочным спекулянтам, поскольку краткосрочная реакция на макроэкономические новости, она не всегда логична и подсказуема. Если бы все было так просто, любой даже самый начинающий трейдер мог стать миллионером за короткий промежуток времени. Стоит больше делать ставку на среднесрочные представления, о которых и долгосрочные представления, о чем мы, на принципе, говорим буквально каждый бриф. И сейчас все эти идеи указывают на то, что доллар будет расти, независимо от того, что может произойти в ближайшее время. Контраст монетарных политик, он еще виден. Если будут пересмотрены сроки, мы все равно прекрасно знаем то, что ФРС будет первым мегарегулятором, который пойдет в среди разных рынков на повышение процента ставки. Перспективы АУТ-НЗД. Здесь я бы сделал больше ставку на ослабление новой силанской валюты, потому что, по крайней мере, по новозеландцу, я с большей вероятностью могу сказать, что нас до конца этого года ожидает двукратное снижение процентной ставки. По австралийцу ожидали, что Стивенс правит решительности раньше, но мы пока что только гадаем, когда же все-таки и Резервные банки Австралии начнут стимулировать экономику через дополнительное снижение процентной ставки, хотя проблем у них также хоть отбавляет, точнее, может быть, даже еще больше, чем у новозеландца. Особенно учитывая то, что прогноз Всемирного банка уже отмечает тот факт, что за, скажем, в ближайшую перспективу в год-полтора ожидается еще 30% снижение стоимости на железную рубину. Но пока мы не видим, скажем, решительных действий со стороны руководства Резервного банка Австралии. Просто наблюдаем, конечно же, пытаемся прогнозировать, когда же это решение станет реальностью, а между тем Резервный банк Новой Зеландии действует. И как раз этот подход создает также очевидный контраст и расхождение решительности, что позволяет нам в целом надеяться на то, что и в дальнейшем Резервный банк Новой Зеландии будет более активным на этом пути. А значит, у Новой Зеландца сейчас меньше оснований для роста, чем у австралийской валюты. Поэтому от НЗД я бы сделал ставку на возможности восходящего движения. Что касается ослабления рубля, точнее усиления позиций российской валюты, я считаю то, что касательно пары евро-рубль, единственное, что сейчас может серьезно ослабить позиции евро, это если мы получим намеки того, что ЭЦБ будет расширять программу конечного смягчения буквально до конца летнего периода, либо мы услышим со стороны ФРС о том, что они непременно получат процентную ставку, может быть, в сентябре. Это в целом может оказать серьезное давление как первый, так и второй фон на евро, скорректировать позиции главного валютного риска и рубль здесь в целом выйдет. Но что касается пары евро-рубль, здесь все-таки, как на крути, более определяющим является фон касательно российской валюты. И по рублю мы уже детально анализировали ситуацию сегодня более определяющим, скажем, более существенным фактором дальнейшей динамики является уже оценка на нефть, которая продолжает снижаться. Сегодняшняя азиатская, европейская уже, и по сути, начало американской сессии лишь подверждает тот факт, что бренд по-прежнему находится под давлением. Поэтому рубль здесь будет терять через сохранение высокой степени корреляции с нефтью еще большее количество пунктов против своих основных конкурентов. И если коррекция будет характерна как для евро, так и для рубля, все-таки рубль будет больше на усадьбе. И я бы не стал сделать ставку на усиление позиции российской валюты. Если у вас есть потребности, скажем, приобрести евро сейчас, то имейте в виду, что дальше евро будет стоить, возможно, только больше. Второй вопрос, по сути, повторение того, о чем я уже сказал. Вы можете отследить, по сути, весь фон, который будет связан с протоколами, с пресс-конференцией монетарных властей США. Буквально в нашем терминале есть рубрика новости. Это новости от Dow Jones, очень актуальные, скажем, и постоянно обновляемые даты. Я думаю, что они позволят вам держать руку на пульсе и уж, по крайней мере, не отстать от рынка в плане интересных новостей либо сообщений. Что касается евро-канадца, здесь все-таки я бы сделал ставку на то, что эта пара имеет куда больше потенциал для коррекционного движения, поскольку по евро здесь, как я уже отмечал, мы ожидаем в средне-долгосрочной перспективе как раз неизбежный анонс экономических стимулов со стороны Европейского центрального банка, и здесь евро придется потесниться против буквально всех конкурентов, и канадец здесь не исключение. Поскольку вопросов больше нет, большое спасибо вам за внимание. Увидимся уже на завтрашнем брифинге. Ну, что касается вебинара, то это уже в следующий понедельник. Хороших вам торговых сделок, следите за новостным фоном и принимайте верные инвестиционные решения. Ну, а я буду стараться вам в этом помогать. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok